Эуросианит, США, боясь за родных в Китае, уйгуры Турции начинают политическую борьбу. Лора Ньюман, Эуросианит, США, 18 марта 2019 года. Несмотря на снег с дождем, сотни людей собрались недавно у позолоченных ворот Стамбульского университета с требованием освободить их родных в стране на другом конце шелкового пути, в китайской провинции Синьцзян. На промокших транспарантах перечислялись имена и возраст членов их семей, содержащихся в китайских лагерях перевоспитания. Над зонтами развивались голубые флаги движения за независимость Синьцзяна, соседствовавшие с турецкими флагами. Участники акции скандировали «Да здравствует независимость восточного Туркестана!». За последние десятилетия в Стамбуле появилась большая уйгурская диаспора. Но она стала особенно заметной за два года, прошедшие сначала развернутые Китаем кампании против уйгуров и других мусульманских меньшинств. Открываются уйгурские книжные магазины и школы, преподающие на уйгурском языке, активисты объединяются и самоорганизуются. Уйгуры за пределами Китая стали очень националистичны, сказал Абдула, аспирант одного из стамбульских вузов, отказавшийся назвать свою фамилию из-за опасений навредит родственникам в КНР. При наличии давления извне люди крепче держатся за свои ценности, религию, культурное наследие, литературу. Этот национализм имеет целью защитить уйгурский народ от китайского угнетения. Стамбульская диаспора заметно подросла примерно в 2014 году, когда в Китае вдруг начали выдавать паспорта большему числу уйгуров. В 2014-2015, похоже, были упрощены процедуры получения уйгурами паспортов и разрешений покинуть КНР, отметил Риан Тум, научный сотрудник Наттингамского университета и автор книги по истории уйгуров. Но теперь уйгурам почти невозможно получить паспорт и выехать. Некоторые уйгуры бежали в Турцию после того, как правительство Египта, подписав соглашение с Китаем, начало в 2017 году арестовывать и депортировать уйгурских студентов. Рашенгуль Абдулхилим, женщина 32 лет, говорит, что ее мужа и ряд других иностранных студентов арестовали в июне того года. Мне позвонили из египетской полиции и заставили купить ему билет, сказала она, добавив, что ее супругу удалось ускользнуть в аэропорту Дубая и бежать в Турцию. Чуть позже она переехала к нему в Стамбул. Уйгуры в Турции знают, что в случае возвращения в Китай они, скорее всего, окажутся в тюрьме. Одним из факторов при принятии властями решения об отправке людей в лагеря являются поездки за границу, сказал Тум. Побывавшим за границу и гурам практически точно по возвращении грозит отправка в лагеря для интернированных. Мать Абдулла рассказала ему, что его отец был отправлен в лагерь в сентябре 2017 года. Поскольку его родители были законопослушными гражданами, которые избегали политики, Абдулла считает, что его отца забрали, потому что он и его брат ездили в Турцию. Во время последнего разговора с матерью в январе 2018 года она велела ему больше не звонить. Представители диаспоры больше всего боятся, что китайские власти что-нибудь сделают их родственникам. И подобное происходило неоднократно, есть множество документальных подтверждений тому, что власти арестовывают членов семей, сказал Тум. Спецслужбы открыто угрожают этим, например, они могут позвонить представителю диаспоры, держа при этом у трубки члена его семьи. После переезда в Стамбул в 2011 году Абдулла регулярно общался с матерью по телефону. Надеюсь, что у нее все хорошо, но возможно ее тоже бросили за решетку. Я не знаю, сказал он. Затем он замолчал на несколько секунд и добавил, я много раз хотел позвонить, набирал ее номер телефона, но затем сбрасывал звонок. Не хочу, чтобы она из-за меня оказалась в тюрьме. Абдулла раньше держался подальше от акции протеста, опасаясь, что иначе что-нибудь может произойти с его родными. Я был так осторожен, но все равно получил тот же результат, сказал он. Из-за того, что репрессии в КНР носят такой системный характер, уйгуры за границей теряют страх. Маленький Кашгар Абдулхи Лилиаби Тоглу расширил ассортимент уйгурской литературы в своем книжном магазине в Стамбульском районе Зейтенбурну. В этом открывшемся три года назад в подвальном помещении и магазине можно найти самые разнообразные книги, от сборников рецептов и детских книг до романов и политической литературы. Большинство авторов этих книг сейчас в тюрьме в Восточном Туркестане, как уйгуры называют Синьцзян, но мы здесь не даем людям забыть об их трудах, сказал он. Тут представлен широкий ассортимент литературы об истории цивилизации уйгуров. В рабочем районе Сифакей, где также проживает много уйгуров, Локман Хирай в 2015 году открыл уйгурскую школу, заметив, что во время уроков множество уйгурских детей шатаются по улицам. В школе проходят уроки по турецкому языку и другим предметам, включая математику, а также уйгурский язык и историю. После того, как в начале 2017 года двое старших братьев Хирай оказались в лагерях, он начал принимать участие в акциях протеста, а в декабре прошлого года помог организовать 22-дневную манифестацию, в рамках которой люди прошли маршем из Стамбула в Анкару. Сначала шли 7 человек, потом нас стало 9. Каждый день кто-то присоединялся к акции, и в конце нас было уже 70 человек, сказал он. Но затем турецкая полиция разогнала марш. Турция является одной из немногих стран, открыто осуждающих репрессии в Китае. Например, в своем заявлении в прошлом месяце Анкара назвала лагеря в КНР огромным позором для человечества. Но хотя традиционно Турция считалась безопасным пристанищем для уйгуров, в последнее время их юридический статус в этой стране несколько осложнился. В частности, антрополог Рей из Колумбийского университета обнаружил, что многим уйгурским семьям стало сложнее получить документы на проживание в Турции. Для многих это очень большая проблема, так как из-за этого они не могут устроиться на работу. У них кончаются деньги и им становится нечем кормить семью, сказал он. По словам Хирая, нескольким его друзьям и родственникам не удалось получить разрешение на проживание в стране. Мои родители подали документы на разрешение полтора года назад. И мы все еще ждем, сказал он. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ.